Няшность, вот сплошная няшность, по-другому они красные. Я от них просто балдею, просто балдею. Как вы видите, они прям в цвет моего ламината. Вот, девочки, пополиваем сейчас. Это наши туни, которые мы в прошлом году покупали. Привет, мои хорошие, привет! Меня зовут Татьяна, вы на моем канале. Ох, начнем мы с вами новый влог. Планировала другое видео, но решила, что, наверное, интереснее вам будет посмотреть влог, расслабиться, увидеть что-то полезное, интересное, поэтому быть влогу. Сейчас, собственно, я почему в автомобиле, у меня здесь поблизости почта, и я направляюсь именно туда, чтобы отправить посылочку с вот этой классной синей шапочкой. И заодно, девочки, заберу еще пряжу. И так как среди вас у меня есть вязальщицы, те, кто этим интересуется, либо хочет научиться, то когда мы приедем, я вам покажу, что я там заказывала. Это не реклама, я не дам вам никакой ссылки, ничего такого не будет. Просто покажу вам, что я для себя заказала. Это стоковая итальянская пряжа. Посмотрим, что мне пришло. По-моему, пришла именно она. Так что, мои дорогие, усаживайтесь поудобнее, укладывайтесь поудобнее, забудьте про всю фигню, которая происходит. Просто посмотрите мое видео. Я желаю вам приятного просмотра. Хочу показать вам, как выглядит у нас очередь на почту. Люди все находятся снаружи, то есть внутри никому нельзя. Все снаружи, подальше друг от друга. Люди, которые в возрасте в основном в масках. То есть вот таким вот образом выглядит очередь в почту. Пускают по одному-два человека. Ну, это я считаю правильнее, конечно. Ну, а я сейчас заняла очередь и обратно вернулась в машину. Тут пока посмотрю, поотвечаю на кое-какие вопросы, немного поработаю и уже потом пойду, пока посижу в машине, музычку послушаю. Вот, и потом пойду отправлять посылочку и забирать свою. Вот. Ну что, девочки, все, я приехала с почты. Слава Богу, недолго ждала, быстро все. И, представляете, на мне выключили свет. Я сейчас вот эту упаковку уберу, сразу выброшу и продолжим с вами. Я подробненько покажу, что я там такого назаказывала. А сейчас давайте пойдем в сад. Я хочу показать вам, что и как у меня там происходит. Называется видео по вашим просьбам. Вы просили, мои дорогие. Я показываю из того, что сейчас у меня есть в наличии. Вот буквально недавно связалась повязочка. Шикарно, девочки. Вот просто поверьте мне, что они шикарно выглядят на голове и подходят абсолютно всем. Это повязочка из пряжи Drops Air. Кто знает, тот знает. Кто не знает. Это очень классная пряжа. Тоже не самая бюджетная. Здесь, насколько я помню, альпака. И она у нас в шнурочке. То есть, это очень-очень такая тепленькая и нежная пряжа. Чем-то она мне напоминает норку по нежности и мягкости, но немного по-другому выполнена. Вот такая вот повязочка у меня есть. Подойдет на обхват головы от 54 до 59. В принципе, спокойно. Далее. Практически готовая работа. Сразу покажу вам. Эта шапочка также связана из пряжи Lana Gross. Здесь два матка. Вот такой вот красивый универсальный цвет. Еще не прошла в ТО. После ВТО она распушится сильнее. Это также шапочка Бинни, как и та синяя, которую вы видели в одном из последних моих роликов, которую сразу же купили. Вот сегодня я ее отправляла. Это та же самая пряжа. Инспи. Что-то так. Как-то, по-моему, называется Lana Gross. Инспи. Что-то такое. Вот. Вот эти две вещи есть сейчас, грубо говоря, в наличии. Шапка и повязка. Повязочка стоит 1500 рублей. Шапочка стоит 2500 рублей. Кто успеет купить, тех поздравляю. Кто не успеет, не огорчайтесь. Это не последнее изделие. По поводу покупки вы можете мне написать хоть в комментариях, хоть на почту. Всегда в описании к видео я указываю все свои контакты. Или в директ инстаграм. Так что, вот, мои хорошие, удовлетворяю ваши запросы. Как могу. Так, значит, смотрите. Помните, я покупала розы и нарциссы, да? Вот так выглядят нарциссы. Смотрите, сейчас буду все это поливать. Красивые вообще, не могу. Маленькие, но они такие пушистые. И вот эти розочки, они пока сложно сказать, принялись или нет, но я думаю, что, скорее всего, да. Потому что вот здесь уже набрался новый бутончик, а старые, которые завяли, я уже срезала. Вот, это у меня, значит, здесь так все выглядит. Это лилии. Я их рассадила, они у меня были в одной куче. А это магнолия. Что-то все ей бедно и не так. Так, в этот раз она в этом году, когда пускала листики, дал как-то нам ночью мороз и ветер. И вот она теперь такая полуживая, не знаю, что будет дальше. Это тоже лилии. Ну, нарциссы все прижились, по-моему. Скоро уже, скоро-скоро. Елочка даст новые веточки. Смотрите, вот эти шишечки откроются. И каждый вот такой вот фрагмент это за один год вырастает. То есть, вот из каждой этой шишечки вырастет такая красивая веточка. Обожаем эту ель. Ну, и здесь в продолжении то же самое. Вот он, рядочек лилий. Здесь они, магнолия. Там тюльпаны. Тяжелее всего, по-моему, пришлось тюльпанам. Но я решила, что пофиг. Я все равно их пересажу. И здесь теневая такая сторона. Вот здесь розочки еще не завяли. Те, которые я пересадила. Потому что здесь влажность более высокая. Ну, и вот. И кто это там несется? Помощница. Помощница. Самая главная. Деловая такая. В общем, вот так все это выглядит. Сейчас будем поливаться. Смотрите, что здесь. Здесь пришлось нам, ну, как нам, Роме, менять забор. Потому что была такая же сетка. Вот видите, пока вот так сделали и деревянные колышки забили. Когда станет возможным купить другие, купим. А пока таким образом. В общем, маленький был заборчик. Юви перепрыгивала. И выдрала мне просто с корнями. Здесь один гладиолус и другие тоже пощипала. Вот. Я их вот так кругом посадила. И сейчас тоже буду поливать. И пришлось вот такой повыше поставить. Потому что она просто наглым образом сюда прыгает. И как бы и все. Вот, девочки. Пополиваем сейчас. Это наши туи, которые мы в прошлом году покупали. Все тоже хорошо с ними. Вроде бы молоденькие веточки появились. Вот на них. То есть это означает, что они прижились. Но такие растения, как туи, можжевельники и вообще вот все эти хвойные и так далее, их нужно очень-очень хорошо поливать. Это мама меня агитирует за этот там. То есть она прям говорит, что около 60 литров воды нужно выливать на одно растение, чтобы все с ним было хорошо. Так что вот поливаю. Поливаю каждый день, девочки. И крону брызгаю, да. И под корень. То есть прям стараюсь так, чтобы она обильно была полита. Не знаю, ветер, наверное, вам все шумит, что я не взяла микрофон. Вот так вот. Все, все дела сделаны. Собачки греются. Я все полила. У нас как раз сегодня стало очень тепло. 22 градуса. И я думаю, что очень скоро уже все активно начнет расти. Даже сейчас это видно у гладиол. Здесь я тоже все полила. Закурчик помыла. В общем-то все. Идем смотреть, что там запряжено. И птички чирикают. Красота. У нас вот там большие деревья. И в них живет много птиц. В том числе летом рано по утрам оттуда доносит пение соловья. Представляете? Такая красота. Вот елочка. Только ради бога, не надо писать, что ель нельзя садить во дворе. Кому нельзя, тот пусть не садит. Мне нужно. Вот так. Вот здесь уже я увидела, проклевываются веточки. Те открываются уже. Вот. Это будет новая веточка. Так, ну все, пойдем смотреть пряжу. Что, мои хорошие? Вы готовы? Будем сейчас с вами смотреть, что за пряжа мне пришла. Так, первая. Здесь у меня три моточка. Вот такой красивый розовый шнурковый пряжа. Это все итальянская пряжа. Сток того завода, который производит Лана Гросса. Вот эти три моточка. Это у меня альпака хлопок. Так. Такие мякиши красивые. Вообще цвет очень красивый. В принципе, достоверно вам передается. Классно. Мне так понравился. Вживую значительно лучше. А у меня четыре моточка. Я вас обманула. Вот четвертый. Вот. Четыре штучки. Вживую смотрится гораздо лучше, чем было на сайте. Далее. Вот такая красота. Так. Это тоже шнурковая пряжа. Тоже италия. Вот таким вот образом. Два черненьких. Один вот такой вот. Какой-то, наверное, напоминающий слегка джинс. Красивый цвет. Почему здесь встречается по одному моточку? Потому что я заранее готовлюсь к тому, что буду вязать повязки на зиму, на осень и так далее. И повязки на голову мне очень нравятся. Они абсолютно всем подходят. И поэтому разные цвета. Как раз на одну повязку примерно один клубочек и уходит. Так. Это здесь у нас в составе 77% хлопок. 15% кашемир, 8% па. Вот такая пряжа. Класс вообще. Очень классная. Мне прям понравилась. И теперь смотрите. Цвет. Какой убийственный цвет, девочки. Я когда его увидела... Кстати, у вас он более синий. А на самом деле он более такой, знаете, бирюзово-зеленый. Красивый цвет морской волны. У вас прям синий передается. Но нет. Он с зеленоватым подтоном. Он очень красивый. Красивее, чем на видео сейчас. Нереально классный цвет. Вообще просто. Невообразимое нечто. И это у нас альпака и хлопок. Вот так вот. Так. У меня здесь два ноточка. И такой же состав альпака и хлопок. Вот такой желтый цвет. Практически так же передается, как и есть. Только чуть светлее. Как же мне понравился он. Не могу прям. Классный. Классный. Ну, получается полностью натуральный состав. Понимаете, да? Классно. На солнышке какие они красивые. Это просто надо видеть. Так. Ну и сразу покажу вам вишенку на торте. Просто нереальная бобинка. Мечта всех вязальщиц. Сейчас покажу вам, что это. 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 Стоимость за 100 грамм 1300. Модеста. Мало. 80% ангора. 20 па. Вот там на конусе написано. На филате Био Джоли. Мало. Вот. Ну, такая прелесть. Не могу. Персиковый такой светленький оттенок. Шикарно. Я уже вижу себе какой-то свитер на зиму. Ну, возможно. Я подумаю, что из этого будет. Но цвет просто невообразимый. И на ощупь она нереально приятная. Прям такая воздушная, нежная. Няшность. Вот сплошная няшность. По-другому я не скажу. Следующее. Как раз скажу про вот эти корзинки. Девочки, вы спрашивали из фикс прайса. Как они вообще по прочности, по качеству. Прекрасные. Я от них просто балдею. Просто балдею. Как вы видите, они прям в цвет моего ламината. Что меня радует. Классные. Очень классные корзинки. Я 100% буду брать еще, когда смогу выбраться в фикс прайс. Определенно. Так, здесь у меня по 6 моточков каждого цвета. Green wool. Также Италия. Так, насколько я поняла, это прям такая пряжа, которая и производится очень этично и так далее. То есть прям с заботой о животных. Sessia называется бренд, насколько я поняла. Три цвета. Вот такой вот нереально красивый цвет. Прям красивый-красивый. Сложный такой. Передается очень достоверно. Один в один, как есть. Вы его видите. Класс. Очень красивый. Это 100% шерсть. Вот 100% лана. Virgin wool. Так. Дальше. Вот этот вот оттеночек очень натуральный. Такой оттенок camel, его обычно называют. Тоже передается очень достоверно. Суперский такой пушок. Довольно толстая пряжа. Здесь 50 грамм моточек и 80 метров в этих 50 граммах. И розовый, смотрите. Тоже сложный такой цвет. Он слегка меланжевый. Понравился мне очень сильно. Также 6 моточков. И вообще, я как бы, когда разбирала эту посылочку, я так смотрю, что у меня розового достаточно много. Да, смотрите. Вообще, мне не свойственный цвет совершенно. Но почему-то я выбирала розовый. А вот эти два, сейчас, они прям даже по оттенку очень-очень похожи. То есть, они прям сочетаемы. Вот. Вот такая вот посылочка, девчонки. Вот. Вот столько красоты. Вот это количество клубочков более чем на 8 тысяч рублей. С учетом того, что это, ну, такая пряжа, которую нужно успеть купить. То есть, в повторах она не продается. Поэтому я не оставлю вам никаких ссылок, где можно ее и как купить. Потому что повторов нет. Вот. Такая вот, девочки, история. Напишите мне, кстати. Даже можете не писать. Просто поставьте плюсик. Если вам интересны такие видео про пряжу, про что-то там рукодельное. Я посмотрю, сколько будет плюсиков. Если поставите плюсик, значит, я пойму, что да, такие видео интересны. И буду периодически что-то о каких-то своих рукодельных покупочках вставлять в ролики. Ну, или просто там делиться какими-то мыслями, какими-то своими процессами. Потому что все-таки канал о другом. Но по запросам вашим я добавляю это в видео, потому как вы просили, да. И сейчас еще я покажу свое разочарование конкретное. Один свой процесс, который вы просили меня показать. И пока я его не распустила, покажу вам. В общем, плюсик. Ставьте плюсик в комментарии. По количеству плюсиков я пойму, как многим людям интересна вот такая вязально-рукодельная тема. Тем более, с учетом того, что сейчас мы все сидим по домам. Очень полезно, мне кажется, подоставать клубочки, которые у вас где-то есть. И поучиться вязать. Это прекрасный навык. Это чудесно. Так что, да, жду ваши плюсики в комментариях. Совсем забыла показать. У меня здесь есть еще покупочки. Посылка, которая мне приходила. Также итальянская пряжа. И я сейчас вам покажу, что же я такого купила. Смотрите, я взяла два моточка Кашхейр. Это опять же Лана Гросса, Хлопок и Кашемир. Очень многие им любимые пряжи. Вот как-то проблематично. Синие цвета передаются. Почему-то он у вас более, во-первых, светлый. Во-вторых, более синий. А по факту он чуть-чуть потемнее, как будто бы, да, и более такой цвета джинс. Почему-то недостоверно передается. Вот. Вот такие вот клубочки, моточки. Конечно, они бюджетные, но зато они очень качественные. И у вас не будет сомнений, допустим, да, если вязать из хорошей пряжи, будете ли вы носить с удовольствием изделие. Конечно, при условии, что вы сделаете такое изделие, которое вам нужно. Нужно. Так, дальше. Не удержалась. Как же мне понравился цвет. Смотрите. Опять же, это у нас Лана Гросса, линия Пура. Или Пура. Вот. Это стопроцентный шелк. Я так понимаю, что здесь буретный шелк. И он сплетен в такую вот, в шнурочек, да. Мне очень нравится буретный шелк. Мне очень нравится, как это выглядит. Вы видите, катышки, как будто бы такие катышки. Но это не катышки. Это именно буретный шелк, который вот так выглядит в оригинале. И сейчас, опять же, если вот кто-то не знал, очень актуально именно формат какой-то такой легкой небрежности, знаете, в вязаном полотне. И если переложить этот момент на пряжу, вот из такой что-то связать, какой-то топ или футболку, это будет просто шикарно. Просто шикарно. Конечно, некоторых дизайнеров модных я смотрю. И там, ну, уровень небрежности достигает такого, что, ну, вплоть до того, что какие-то кривые швы на вязаном полотне и так далее. Но я еще пока не достигла такой степени просветления. Поэтому вот такой небрежности для меня прям выше. Сноточка у меня в цвете хаки передается один в один, как есть. И вот этот тоже вам хорошо передается. Второй цвет вот такой. И не знаю, есть ли смысл вам говорить номера, но давайте покажу. Вот этот 0,23. Красивый такой беж, да, солнечный, теплый беж. Так, хаки это у нас 0,11 цвет. Кашхейр это вот 0,14. И еще тут немножечко. Это было все летнее пряжу. Так, вот здесь оранжевых два оттенка. Смотрите. Вот такая пряжа. На фото, ой, на видео она блестит вам гораздо сильнее, чем она по факту. И немножечко светлее выглядит. Так, это у нас 100% хлопок, оттеночек 0,53, насколько я понимаю, да. Ну, два моточка таких и один чуть более яркий. Вот он прям такой красивый. Так, 0,43. Что из этого будет, я пока не знаю. Но так как цвет очень актуальный, вот оранжевый, да. И на лето он прям супер-супер классно выглядит. Поэтому я его взяла. Вот еще такая посылочка была тоже. Не спрашивайте лучше цену, девочки, дорого. Ну, вот это прям мой дзен. Я это люблю. Это любите вы в виде моих вязаных изделий. Поэтому остановиться невозможно. И да, еще один момент по поводу вот этих корзин. Они великолепны, девочки. Вот правда. Вот смотрите. Они вроде бы как и просвечивают, да. То есть они с перфорацией. Но и не очень сильно видно, что находится внутри. То есть у меня в них расположена пряжа. Вот если я буду вглядываться, я увижу, что у меня за пряжа там лежит. То есть это определенно плюс. Вы будете знать, что в них находится. То, что вы мне пишете, что в ваших фиксах еще не появились такие товары. Более того, даже на сайте фикс прайса нет. Ну, что я могу ответить? Нужно тогда как-то заходить в магазины и смотреть уже на месте. Потому как я не смотрю на сайте. Я просто по месту. Когда была в магазине, то сразу их увидела и приобрела. В общем, однозначно буду покупать, вероятнее всего, в таком же цвете еще. Когда смогу выбраться фикс. Потому что мне они, вот правда, больше всего из всех корзин, которые я покупала, именно они мне понравились. В них очень стильно все смотрится. Так что да. Ну, а теперь моя печаль, девочки. Печаль, печаль и разочарование. В котором, собственно, виновата только я сама. Это должен был быть летний жилет удлиненный. Либо накидка. Вот что-то такого формата. Как ни странно, я вязала образцы. Ну, образец. Когда планировала это изделие. И все меня устроило. Я все посчитала по прошедшему ВТО образцу. Но по итогу у меня получилось, что этот жилет, который пока еще выглядит просто квадратом, может обернуть меня в два раза. То есть, это настолько большая вещь, что, ну, не вариант совершенно. Это даже для мамы, мне кажется, будет велико. Несмотря на то, что у нее 48, у меня 42. Это очень большой по ширине. Но даже не это самая главная проблема. Главная проблема в том, что я накосячила несколько раз с узором. Смотрите, вот видите, вот здесь есть косяк. Дальше ровненько-ровненько тут какой-то косяк. Ровненько-ровненько раз, выехала. Видите, да? То есть, видимо, уже сонная, потому что я много раз вязала его именно вечером. Уже, знаете, с закрывающимися такими глазами. И по итогу вот есть такие косяки. То есть, здесь перепутано. Узор-то продолжается, да. Но перекос пошел на одну петлю, либо влево, либо вправо. И потом я вернулась. И вот видите, да, вот этот участок. И такое повторялось несколько раз. Возможно, конечно, никто этого бы не заметил. Но при условии того, что я все-таки в какой-то степени считаю себя перфекционистом, я не буду носить. Я не подарю такую вещь. И как бы все, вариантов нет. Я приняла решение, что буду это дело распускать. Да, вот такое большое полотно, но я буду его распускать. Потому что это не та история. Я не такой человек, который будет это носить. Цвет прекрасный. Это, кстати, тоже у меня итальянский хлопочек. Смотрите, еще вот такую штуку я тоже заказывала. Для вязания непосредственно с бобины. Хотя у меня есть моталка, да. Но иногда мне хочется именно таким образом повязать на бобине. Я сейчас вам скажу, что это было. Так, это у нас линия пил, спа. Вот, вот такой вот артикул. И очень красивая пряжа на самом деле. Это хлопковый шнурочек такой потрясающий, да. Вот, ну, в общем, буду распускать. Буду распускать однозначно. Вот такое вот нехорошее дело, девочки. Столько стараний, столько трудов, и придется распустить. Ну, а что делать, да. Как-то так. Ну, что, мои хорошие, на этом будем заканчивать это видео. Я надеюсь, вам было приятно его посмотреть. Приятно провести со мной время. Благодарю вас за внимание. Обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые, возможно, полезные для вас видео. Я, как всегда, вас люблю, целую, обнимаю. Встретимся в комментариях. Пока-пока.